Мол Дальше было веселее Конфюбер не только мелкого Геннол за фигурал И нужно было добавить И было проще все сертификаты Мелкий и истинный Немного Останавливается Сделано Как называется файл в документациях, где табличка с нагрузкой ПТМ, на файл в документации по патриотам ПТМ, вводим все, как работает По ПТМ естественно Есть отдельный модуль А на файл вводим все Вот, теперь ему вообще это разбор А, у него скачиваем день И вот, когда он будет на 15 часах Как ты говоришь, вот здесь он вылетает на округе И летает в полную флагу И все Продолжение следует... 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 Ну, пока мы связываем сюда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 Попробовать будет? Возвращаюсь. Перемечку засуньте. Что же? А? Ну, тут уже не будет. Вот. Открытие. 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 Не переключительно. Это точно не перемещается. Снабочка? Не знаю. Я могу сделать струк. Теперь мне подожди, я скажу. Так. так и все, господа, 1,5 да, 4,5 да, 4,5 да, вообще не скажу значит, открываем, на самом деле, форум отрезаем все, что у нас там все нормально вот, вы почти не оправдались у меня у вас ток сейчас начинает рисовать то есть, это нормально ну, что у вас коллега из Новосибирска опять на память ну, ребята, как бы, начали рисовать вот это, ребята начали рисовать а, как же я, то это, я еще не знаю кто еще раз? а я теперь тороплю все рядом все же, все же вот так вот правильно нет, нет, ну, до этого до вечера ребят, вам видео нужно с веб-камеры, нет? ну, нет а, ну, в конце перекинем все, что вы знаете дай мне это вот, да, все, ребята ну, пока давайте вы хотите какие-нибудь видео не, вот, жесткий, вот, возьмите жесткий, может, твой диск мне не прочитать просто он сам все просто так, видите, такое вот, да что-то он сегодня заходит да 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 ну, вы подрисовать. Короче, мы приняли значение, приняли вот эту хуйню, теперь надо отослать, открыть дисклет, можно расходить. Гратика у Вас видите, мы сами эти элементы еще не рисовали, поэтому сверху их не давали. Так, открыть сказалось, что это отмена, значит это скоро. Ну, кто играл в плейк, когда он вообще все делает, вы играли в свое время? Ну, это да, вы по первой, наверное. В первой неделе играл? Да. Я по первой, наверное, профессионально играл. Гратика у вас, с тюкзером, романом, расширяется. Гратика во имя, вершинский дом. Ну а все, давайте будем делать с 3, 2, 2, и все одинаковые. Дальше температуры наружного воздуха мы влево-верх в воздухе. Я буду говорить. Мы там прописали. Давай посмотрим. Я обычно делаю премоугольник, делаю не трубу. Трубу я делаю для трубы. Мы будем делать не просто трубу, мы сделаем премоугольник и ее зальем вверх. Коллега сейчас делаем премоугольник. Что мы будем делать? Мы будем заливать. Давай поставим калор. Фил это заливка. Например, какой-нибудь голубоватый. Давай зеленоватый. И грудиент. Грудиент. Нет. Давай чуть-чуть. Петлее. Ну и ладно. Вот так, чтобы... Видны ее. Вот. Отлично. И теперь, не сказать, не черный, а какой-нибудь грудиент. И, значит, то есть грудиент. Так, чтобы она не попереком ходит. Ну, да. Например, так было. Отлично. Вот хорошая труба. Зеленая у нас включилась. Зеленая труба. Грудиента. Это мы довольны. Значит, теперь мы достанем стандартную руку. Значит, окей. Значит, теперь мы достанем, так сказать... Ну и, чем удобна такая труба, которая сделает в треугольнице, тем, что ее можно растягивать как угодно. О, видите, оба она. А можно сделать. То есть труба удобная. А эту трубу можно только подлинировать. Я делаю. Конечно. Это, конечно. Что? Подолевать на феврораде, когда у нас есть первая точка, а второй – где феврораде. Или нет там? Там надо толщину. Значит, давайте зайдем теперь в Джинни и это в самом стандартное помещение. Ну, может, там только какие-то… В общем, у меня сонят… Ну, у меня сонят. Моих капельчий названий не хватает, чтобы… Ну, вот здесь, если у меня был… А вот и мягкий. Нет, так… Ну, может, очень удобно. Сейчас не ставим подачное значение, я не чувствую. Давай. Лучше другую. Ну, каждый раз… Я не знаю, что на самом деле, что на самом деле? Будь здоров! Что же вы себя не жалеете? Ну, потеряй. Робот, ровно, ровно. Робот, ровно. просто какой-нибудь бмп можно вставить сюда вентилятор также так мне кажется здравствуйте можно укропить видео я бы не рекомендовал ее растягивать давайте перевернем это стандартная браузер 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 Иди, иди перифайл Трубу мы вроде как Трубу мы вроде как Труба варшава Труба варшава Труба варшава Труба варшава Труба варшава Ну, можно так. Ну, не маленький. Ну, а, ну, с другой стороны. Ну, не так, ну, с младой. Ну, ладно, будет вот так вот. Значит, все, давайте теперь доставать наши элементы. Например, мы будем доставать... Давайте доставим кларифер. Давайте доставать наш кларифер. Мы находимся там же в символах и ищем... Да. А теперь, я говорю, я здесь не могу видеть. Потому что они, она по-моему, чуть-чуть мало, как я говорю. Ну, вот, 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 вот. Значит, где взять кларифер, где взять петеравлическую обвязку, господа? так, вы все со мной постарайтесь сделать, ладно, пожалуйста все со мной значит, кларифер взять в символах библиотеки AirCemisoningPlan кларифер это будет вот такой вот ключик AirCemisoningCemisoningPlan берем, называем левую кнопку два раза у нас появляется кларифер ну, аккуратненько сейчас пихаем скупу и другу подгоняем под размер кларифера значит, видите, вот сейчас, коллеги, тяжеловато догнать, потому что есть некий шаг в сетке а вот кларифер, потому что нет вот мы сделали кларифер перебивнули наш кларифер давайте теперь теперь сделаем гидравлическую обвязку заходим в ту же библиотеку в том же месте и выбираем ну, давайте, например, у нас гидравлическую обвязку мы выбрали гидравлическую обвязку и ее прямо говорили про обвязку значит, гидравлическую обвязку все успевает, нет? ну, что я пластинчатую куберату ну, после этого это когда подача собратки перекроют и потом трубы отрезают отлично значит, что нужно теперь что нужно теперь значит, давайте достанем трехходовой клапан и какую гидравлическую обвязку взять, знаете, гидравлическую обвязку вот верхняя, верхняя значит, теперь, господа достаем трехходовой клапан заходим в Gini в клапку Gini и находим SBT IN VALPS & DUMPER значит, достаем привод к клапану который смотрит головой влево влево вот такой вот клапан достаем с приводом клапан с приводом да, встаем влевую кнопку два раза нажимаем значит, давайте здесь дополняем все достали, все нашли, нет? значит, ну, давайте толпти чем упор не, 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 сейчас давайте сделаем вот угловой влево сможет угловой влево сможет либо там легкановой он один там походит нет, ну погодите как нарезать функциональную тему конечно, вот это не будет это же визуализация меня нигде не видно здесь пишем это подсказка собака 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 и дмит пишем вау вау значит, тдао пишем вставляем сайтек тек нашего клапана открываем каталог и ставим это лук 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 значит, здесь находим в нашей вентиляции клапан клапан нагрева о и правый кнопка копия за эффект д да конечно там точка ходят сидит если ты так то эти все впадают в одну коробку а против этой колонки можно взять на русском значении и она будет подкладывать этот файлик можно потом в другие проекты и так далее каждый раз вы когда будете копировать эти в общем нет унификации теперь клапан тачим на горячий на подачу я его потащил немножко не так то есть понятно его надо навозить о! родной Лёв значит кому нужно уменьшить сетку можно уменьшить сетку шаг в сетке здесь есть гриб гриб цикап вот такая троечку и нормально view значит теперь давайте достанем насос 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 находится в значит находим ваппамс ваппамс берем насос который смотрит вниз который смотрит вниз и где у него есть слезка вот такой насос пишите в насосе вапп и ваппамс и вапп 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 и вапп вапп и вапп вапп опам то есть вот у нас вообще не просто и не будет и не будет и не будет и не будет два обратных стороны два обратных стороны и Теперь добавляем датчик температуры обратной воды. Значит, датчик температуры, который ногой смотрит влево. А именно получается датчик, ну и текст для напиток в этом датчике. Ребята, смотрите, вот такой вот датчик, который внутри написан текст, чтобы мы написали Т, и ногой смотрит влево. На самом деле, количество используемых постоянных элементов, оно ограничено. То есть, как правило, одни и те же элементы используют. Не особо как такое разобрание. Это мое несомнение. Моя функция. Вот это работает. Насос? Да. Так это приточка. Походим. Да, да, да. А приточка почему тебя крутится? Ты ее куда приведел? Да, перепадик. И вставляем текст в букву Т. Буква Т. Буква Т. Буква Т. Борем УК, 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 УК. А это стандартный, а у нас, у нас, у кедров, у кедров будет огромная. Прорывалка. Прорывалка. Это я чуть позже буду рассказывать. Значит, датчик, да, насос, наоборот вставляем. А вот у нас стоит, да, ОК. Ну как, ну а это у нас массовая, вот это я буду. Но мало листы. Четыре? Так, значит, поставили насос, поставили наш клапан. В принципе, фото изображения. Как взяться готов, правильно, коллега поклонился. Можете допустить графики и посмотреть, что это из себя представляет. Мы сейчас протоколируем и допустим графики. Посмотрим, мы продолжим доставать. Все открывают, нет, а вы на коммутате. А, вы пока это еще посмотрели. Вы посмотрите, у нас как это все будет. Окей, окей. Играйте, открывайте, играйте, открывайте. Ну, можно на Instagram-то есть. А, вы можете проверить, проведенный, и разработки. Вот, теперь главный проехал, открыт для меня в серфе плакат. Главный проехал, ну, сменение интографики. Минографики, и все это минул, и все это равно, там да. Ну, теперь, это яркий стиль. Так, ну, у нас тут есть, поскольку есть, нет. Теперь мы можем, соответственно, навигать навигацию по-настоящему. Что такое меню означает, я сейчас позже расскажу. Ладно, окей, мы посмотрели, проще все работает. Контур гидравлической авиации, давайте закрываем. Открываем. На самом деле, здесь можно тогда расценить гидравлическую гидравлическую авиации. Вот так вот. Нет, нет, нет. Все, один, что они у вас лучше уложили. Значит, еще, господа, один нюанс. Если мы выделим на скотру, сейчас у нас каждый элемент в отдельности. Элементы можно облинять уже в некие заготовки, которые вы можете потом использовать. Слушайте, господа, в некие заготовки, которые вы можете использовать. Значит, и можно ингруппировать. Соответственно, здесь есть кнопочка группы и кнопочка англых, людям групп. Все, теперь вот это все? Один элемент. Граня это где-то в своей страничке можете использовать такое. А у вас это элемент поручки? Нет, то есть надо прописывать тайги, надо было ингруппировать. Да, перемещать, копировать, снимать. Значит, теперь, все, давайте рисовать наш вентилятор. Заходим в библиотеку Джинни, в правой странице. Находим СБТИН ЭЛХЭЛХЭЛХЭЛХЮИКЮИСКУ. СБТИН Стоп, стоп. Значит, достаем вентилятор, который смотрит вот этот вентилятор правильно. Вставляем управление ингулятором. Значит, датчик перепад давления давайте заставим, но мы потом сделаем попростее. Значит, послушайте меня, это уже написано заранее компонентом. Значит, из чего он состоит? Если приглядеться, вокруг он состоит, как правило, ручка, некая рамка, датчик перепад давления и так далее. То есть, стандартные компоненты. Если вы пригодите, вот каждый из этих компонентов, начиная от рамки и кончая вот эти стрелочки, например, они все здесь уладели. Например, вот здесь вот все это есть уладели. Но и к большому счету, вот каждый... Господа, вы меня послушайте, пожалуйста, ладно? Что у вас там случилось? Господа, ку-ку. Давайте сейчас. Вообще послушайте, а потом уже ничего. Значит, вы... Давайте я со мной вместе, ладно? Значит, о чем я сейчас толстую? Слушали меня? О том, что элемент не поменял. Вот, поделим. Значит, вот этот элемент, грубо говоря, он уже пробовал. Значит, для того, чтобы... Вот как мы делаем. То есть, если мы хотим какой-то элемент заработать, у нас чем-то не устраивает. Значит, мы, например, можем по отдельности наложить какой-то отдельный элемент. Например, в данном элементе вентилятора не загорается зеленым. Ну, нельзя, в общем, грубо говоря, отображать, подсвечивать светом. Вот, датчик перепад давления. Например, зеленым, когда есть перепад. Вот стандартно нет этого. Не сделали сюда. Кто делает это? В этом случае сделайте следующий. Ну, поставили вентилятор. Сюда приемо. Перестилываем. Сюда же не туда. Сюда же не туда. Очень. Мы взяли в библиотеке по названию ИБТ и Эйна Хэйнер Киев. Вот этот укладок. Да. Вылечили уже, да? Да. Вот этот укладок. Значит, что мы теперь? А теперь я покажу, как, собственно, этот блокчер накладывает. Какой блокчер? То есть, заходим. Сейчас скажу. Ну, здесь есть тоже все эти компоненты есть. Значит, заходим в свечерс, свечерс, значит, и давайте сейчас вот самый верхний, вверх, видите, Делька П. Прямо у меня есть. Вот. Вверх, свечерс, самый первый элемент. То есть, тоже колокольчик, ручек, вопросик здесь, чтобы навести там, не нужно. И заходим вверх. Левый верхний. Вот свечерс, самый верхний, самый первый. Значит, вот здесь, что мы прописываем? Значит, на первых, в пункте, прописываем, там, ну, собачку, что там, Дельта П, там, можно сказать, вот, ДП. Прямо маленькая, вот, большая. ДД, МДИ, прописывает датчик перепада давления. Еще раз. Датчик перепада давления. Знаете, в чем нюанс, в специале? Значит, если мы, вот, датчик перепада давления, вроде как, прописывали уже в вентиляторе, а могли не прописывать. Но, если бы мы его не прописали, вот, у нас бы, чуть левее меня так, а вот видите, у нас бы вот эти вот линии, и там датчик перепада давления, они бы не отображались. То есть, если бы мы не прописали так, на картинке, когда эксплуататель смотрит, там нету этого датчика перепада давления. А мы специально прописали два, это, чтобы вот эти вот ножки не рисовать, датчик перепада давления, а наложить просто самую верхнюю часть. Значит, теперь, что пишем? Видите, внизу есть option анимация, ну, option анимация. Значит, hidden скрыто один или ноль, нам нужно ноль поставить, у нас будет анимация скрыта. Значит, мы говорим, что у нас отображается, коричневый тогда ноль, все отлично нас устраивает, отображается грамм, когда, когда два мы напишем, то есть, такого состояния априори несколько раз у нас датчик перепада давления не будет. Вот, ну, у нас зеленым или серым будет. Значит, что есть, давайте, ref пишем дворочку, а green пишем единичку, вот, и говорим окей. И теперь этот датчик аккуратно накладываю на наш нынешний ну, я буду помежнее. Значит, что я заметил, если нажал на элементы, и аккуратно начинаешь двигать, и у нас прям вот так вот контур выглядит, вот так вот мы вложили наш датчик, и под давлением. Прям сверху вложили, не стесняйтесь, и все. Отлично, наш вентилятор готов. Наш вентилятор готов. Давайте теперь добавим термостат. Раз мы находимся уже в свечах, в свече с библиотека, открываем библиотеку, все открывает, нет? Да. Кто с трудом? Выстрелил, выстрелил. Ну, сдать, как у нас не было. Ну, нет, давайте, как-то выдачка. Супер, парень. Хороший. Мы сейчас в этой датчике находим свечи снизу. Внизу. Джимми, есть библиотека свечи. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Хороший, есть. Все. 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 Все коллеги из Ильи Киев приедут, что раз в Монзар, платный два раза больше. Все грамотные и образованные. Нет, на самом деле, вы теперь очень ценны для организации, у нас это кружки не стали. Большой учет. И они где-нибудь. Значит, добавили ДПП, да? Депанат. Да, мы первый элемент. Давай, Ля? Давай. Какой термозат брать? Ну, например, вот этот. Чего? Чего? Ага. Давайте левый кнопка у него два раза. Часами? Больше самая шарма. Выдевается, ну, смотрите, ТБ-00. Нормально. Сотища. Да, нога смотрит вниз, нога смотрит. Если вы заметили, все термозаты, они отключаются по направлению ноги и по ширине. У нас второй ширины и нога смотрит вниз. Да. Значит, тупки пишем. И ТФ, например. А такой вот крест тоже обязательно есть. Да, такой есть. Такую есть. Значит, ТД, МДИ пишем. Наш термозат вставляем. ТЕРМОСТАТ. Это наш термозат. Это наш термозат. Не, это не наш термозат. Значит, значительное озаблажание о воздуху. ТЕРМОСТАТ. ТЕРМОСТАТ. Ну, и давайте сделаем анимацию для нашего термозата. Варим анимацию. Уставим FIDER 0. Значит, у нас отображается красный термозат, когда единичка и зеленый термозат. говорим окей все кто из него отправил значит ставьте его за колоризором значит ставьте его за колоризором вот так вот значит добавляйте теперь нет ну можно колоризор а там вспомнил значит добавляйте теперь датчик датчик температуры нога которого смотрит вверх в итоге температура библиотека вот триггеры ну 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 в общем ну абсолютно не конкурентоспособный Андрей да может пятое оно будет другое можно к любому вообще может быть ну пока это неконкурентоспособный Андрей ну вот смотри красит синенькая галочка вот а так прикинь маленький ну что это не красит в общем так вот а 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 четвертый ну что добавили все прописали текст в датчике а так неправильный датчик коллега выбрал убирайте убирайте датчик нога вверх текст а 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 да а а вентилятор это режим работы убирайте температуру выбирайте температуру и воздух ниже 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 датчик на начинке им целом в это м так шкар и проекта в Я буду показывать все снимал. Соря, мама. Значит, все в моей точке есть. Я просто попробую закапливать. Три на четыре. Нет, я не знаю. Ну, я покажу. Саня, три простые у нас. Покусин. А читальчик температура приколка нужно поставить после. Не взял, а вверх. 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 Из-за украины. cellularisthering. Лучше информация из-за украины. Я не согласен стала ходить в его герметику. Что мы теперь хотим. Теперь, мы хотим задавать уставку. Оператер мог задавать уставку. Дар, вот и до конца. Занимаем так модель. Заходим в браузер грамминге. Вверх. Вверх. вверх и находим там библиотеку operation and observation, но не первую, а следующую а не первую надо выбирать operation и достаем ну например вот эту самую первую с кнопочками, чтобы там занимать наше значение. Шириной, ну на самом деле это все внутри, то есть одни доработанные, одни половины доработанные, третьи предлагают все это делать, там выделяем все готовы, вот часть элементов в принципе там в социаре написано, не понятно что они там хотели, то есть надо брать те, конечно проще элементы, советую вам ворачивать сложные элементы, лучше собрать сложный элемент с помощью несколько простых, это правильный путь, собрать сложные элементы, правила перевоработать, значит вот после стрелки выбирайте самые простые вот тут все открывают, да? скажите, парни, где взяли? мы взяли после стрелки, там первую, нет, мы прочитаем только после стрелки, она там после стрелки самая первая вот после стрелки, ориентир стрелок такая группа, вот, минут 02, да? вы вниз прокрутите, и там будет стрелки круглые, видите эти стрелки? вот просто стрелки первая другая разница, стрелки первые, два как надо будет? уходим, уходим, уходим сюда, да? не вам к чему здесь всем а сюда вставляем сайтек тег нашего подхода объекта специально, который мы меняли для того, чтобы работать сайтек тег мы создавали овал овалок вот он здесь и пригодил не, не, это нормально, то он маркер переселивается и, на самом деле, то он смазывается да, ты же вручной писал себе он на предыдущий маркер он не скрывал и тут сам и тут сначала правый то еще раз есть от такого поля вывода вывода наоборот это наоборот это самый простой простой элемент это будет вы будете сюда число включить и все и рентер нажимаете все отлично в P01 уставка варим ОК и добавили и теперь размещаем уставку под датчиком температуры под датчиком выслушаем поближе вот так отлично все не надо все вот так максимальный границ есть отлично что у нас осталось давайте смотреть у нас остался фильтр давайте доставать доставать фильтр значит фильтр если я не ошибаюсь там будет джинни 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 будем брать мы берем двуцу другую и включим а прием а что на самом деле подсвет доставать мы в или мы возьмем обширь и делаем как в первой границе и он нас поймет, что это обратная связь, ну, типа того, он будет как-то раскрыть, это понятно, да? он не откроется значит, добавляем сюда свечи у типа дайвер и я дайвер и я дайвер добавляем заслонка вот, говорим, окей ну, заслонка надо четвертый все заслонка выглядит не реально не реально так, заслонка будет четвертый на самом деле есть хорошие стандартные элементы вот филиал значит, давай добавим фильтр фильтр готовится в ВАП, ИНС, там, что-то это а а а а а давайте давайте лучше sbtint а тут добавим фильтр sbtint sbtint а тут добавим фильтр sbtint очень глупая глупая тонкая чистая как больше нравится как больше нравится или этот, или ее вам больше нравится может быть динамики, да? картинка будет там загораться перепадник вставляем а тут пишет фильтр говорим окей окей значит, на фильтр можно наложить датчик перепад давления опять этот копируем вставляем аккуратненько накладываем когда нажимаем да, лупы здесь есть view zoom ну вы знаете а вот вот классный да отличный можно это можно по-разному можно сделать побольше я бы ориентировался по контуру колокольчика нет ну он с чему не попри так на самом мещество для чего я боюсь что он заругается ну за как вы Спасибо за просмотр! 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 Спасибо! 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 ... 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 В чем мы с вами не дорисовали еще? Давайте посмотрим. Сейчас я посмотрю. Да, мы с вами не дорисовали. Можно как посмотреть? Можно посмотреть на долги объекта. Значит, во-первых, мы вентилятор, насос делали, перепад делали, насос делали, клапан делали, режим работы вентилятора. Режим работы вентилятора не делали, режим работы насоса вентилятора не делали, режим работы системы не делали. Пирт надо сейчас ставить, временную программу надо ставить, ставка высокая, температура здесь. Граем? 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 Где нибудь ставите минимальные максимальные границы? Нет, здесь должно быть значение. минимальные максимальные границы нет это до аварийное значение а вот так чтобы оператор не ввел просто не даст вести или прословарив максимальное действие следующее давайте сделаем фид регулятор добавим и добавим наш тренировую программу во первых фид регулятор мы туда добавим клапан вот здесь есть options видите тут из плейки и так далее вот сюда вставляется фид регулятор у нас потом появится дополнительная кнопка а потом я буду рассказывать про кнопки че они начнут в управлении да окей списание можно можно двое насоски пересчитывать временные программы значит теперь что нужно сделать давайте добавим временную программу а именно а какой D1 ставили да D2 без разницы вот появится кнопка в ней исполнитель значит теперь давайте зайдем в браузер грандики в браузер грандики идем наверх и находим библиотеку батл здесь находятся часики видите часики вот и добавляем часики в браузер и добавляем в помещении часть вставляем можно сделать отображение по расписанию и без расписания и на это отображение мы с вами наложим специальную рамку как на отображение сделать снизу давайте добавим произвольное число нет ни в библиотеке, ни в панели правее правее вот число давайте его добавим куда нибудь здесь выбираем on-off здесь два значения вставляем в on-text when вставляем в тег нашего режима работы по расписанию или без расписания пишем у нас нолик нолик это пор расписание нолик это пор расписание здесь это без расписания да, то есть пор расписание это off а on это без расписания вставляем снизу 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 под часами здесь мы распознаем на 2-ти я не знаю Вот смотрите, грубо говоря, что мы сейчас делали. Мы сейчас сделали надпись про расписание без расписания и хотим что сделать, чтобы коллега как раз как раз на вас попробовать сделать. То есть мы хотим, грубо говоря, у нас сейчас просто добавлено значение плавающей, это может быть картинка, это может быть что угодно, без разницы. Сейчас я покажу, как это выглядит и потом покажу, в чем нужно делать. Видите, у нас по расписанию без расписания. Вот видите, в том-то и дело, что сейчас у нас часики это временная программа, а вот здесь мы просто отображаем значение. Мы никак не можем, здесь не надо сделать так, чтобы было некое всплывающее меню, чтобы мы могли залезть в этот виртуальный бывал, у вас бывал такой, бывал П. Чтобы мы могли в него залезть и что-то там указать. Вот то же самое можно делать для любого бывалого, то есть, грубо говоря, у вас есть бывалая, есть картинка. Например, будет картинка от чиллера, на него накладываете определенную рамку, сейчас я покажу, и там будет включить, выключить. То есть, грубо говоря, всплывающее, мне не важно, вот на эту надпись, на картинку, там еще на что угодно. То есть, грубо говоря, некая рамка, которая позволяет выделить некую область и осуществить навигацию. То есть, вы, грубо говоря, рамку делаете, например, вот здесь пишите словой пункт и рамку делаете. И вот человек наводится, эта страница переходит на страницу словой пункт. Понятно, да? Вот это рамка первая. То есть, вот такая рамка есть. Ну, давайте договоримся, мы с вами вот заведем эту рамку ради интереса на наши помещения и выключаем мод. Можно на любую картинку навести, на что угодно, на сфотографию. То есть, первая рамка, мы заведем ее на помещение, на помещение и вставим туда page to display, давайте топ. Например, топ. То есть, это первая рамка, мы будем осуществлять навигацию на странице топ по нашему помещению. Ну, вот так вот, для точки зрения обучения сделаем так. Значит, и следующий момент, что мы хотим сделать, мы хотим осуществлять всплывающее меню. это надо идти в observation and observation первую и самую. Здесь есть еще одна рамка. в первом, да, да. В первом? А чем она включается? Сразу работаем. А чем рамочки включаются? Значит, еще раз. Одна рамка служит для... Вот давайте посмотрим. Поиск в одной рамке, поиск в другой рамке. Одна служит для навигации при наведении на это поле, на какую-то страницу, а другая служит для того, чтобы залезть в бакет объекта и выдать некое всплывающее ремень. В данном случае, мы будем выдавать возможность выбрать фору специально или бедное расписание. Понятно, да? На самом деле, у нас сейчас парень из расписания, а мы сделали фору специально. Ну, вид фору специально. Не комбинут. Режимы работы берем специально. А в графике у нас что было? Ну, мы перепутали дальше. все вот теперь в эту рамку вторую рамка находится в браузере графики библиотека общегоречный НС8 называется ВК00ВК находим в эту рамку находим в эту рамку все рамку нашли все вставляем теперь туда режим работы системы бакнет объект копию вставляем сайта 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 и теперь эту рамку накидываем на наши бедрофициальные и там будем выставлять вбивающее меню на вот этом месте говорим применить на самом деле у вас если есть такой проект вы можете там много кто-то сайтирует поскольку я не делаю по аналогии все теперь закрываем сохраняем и закупируем правую рамку выбираете страницу ТОП страницу ТОП сейчас увидите как это выглядит ну вот все теперь у нас здесь есть возможность вот так вот убирать понятно да? нет там можно по разному убирать ну если мы теперь наведем на наше помещение мы обратно вернемся в вот такие дела значит что мы с вами ну с моей точки зрения мы с вами нарисовали все элементы что означает что означает в меню внутри каждого наше помещение наше помещение это копирование так а там почему у вас не может быть у вас там меняется у вас там меняется или поменять ну в общем да ну в общем да ну ладно это вы любите мы ж технические специалисты на Сайк-сити признаем наше помещение и у нас я не хотел на самом деле ну она вы давайте давайте я буду говорить что делать Скажите мне адреса Значит первое Значит первое Режим работ вентиляторов Ох Следующая Обратная связь Доставим мороз Вентилятор Раз бы стоящий Обратная связь Наставцев Они наступят Наставцев А вы перепутали Режим работ вентилятор Нет Значит Хорошо Теперь обратная связь Наставцев Можно административное расписание Какую-то Разберегивание Отправьте Простой Простой Включу Режим Да он не помнит Ну вот Глупо Глупо Я не знаю Я не знаю Что может быть Режим Добавил субтитры DimaTorzok Я оставил меню, я вам пока не делал Давайте стойки и ничего Вот так вот вырвать действительно Все должно Оборвать в психологическом виде Сейчас я вам расскажу, значит, эти ручки Значит, стойка закрывает полностью полно Понимаете, да? Как скажем, давайте Так, дальше перепаду давления на вентиляторе убрать надо Перепад на вентиляторе убрать Засолку 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 Шаг номер один Шаг номер один Да нет Ну а что это просто Можно ставить один, два, три Это учебный план Всего лишь в рамках обучения Это один Я бы написал Вот Исничный блогик Туэль-Эльфер Наверное написал Первое. Режим работы насоса. Насос в авто. Режим работы насоса. Вот надо сейчас найти. Давайте сначала смесим. Погодите. Режим работы насоса. Первое. Потом статус работы насоса. Обратные действия. А это статус работы. Третий шаг. Четвертый. Обратные действия. Четвертый. Перепод давления. Шестое. Это засовки. Вы эмулируете руками. У вас все отключают. Остальное нам не надо. Остальное ничего не надо. Да. 1, 2, 3. Прям посаду. Почему? Где-то не читали. Не записали. Остальное. 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 Готов regarding. Остальное. 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 Готово. Остальное. 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 Он тут утверждает. Остальное. Он тут заσεidamente бронет Arcelium. Ну это тварь называется. Фolitical. авария открытая за солнцем нерабочей машины или авария а почему потому что обратная связь выходит обратная связь поэтому он подтверждается один раз отбрасывать тогда когда причину авария поэтому в итоге какая вы ищите в чем причина и по центру я вам показал пример то есть не записывай за это уже а вам не понравилось пусть пишется нет можешь просто какая-то информация маленькая но скачать полезно у вас там у нас там да 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 ну что не меняется ну что не уставка а регулятор у меня это и плюсы не уставка нет Главное понимать, что в этой жизни забрать самый минимальный квадрат. То есть, грубо говоря, создадите несколько больших лиц на себя, просто так вот, странички. И будете сам размещать своими рабочими. Потом будете открывать странички, параллельно рабочие. Вот такие вот. Так, ну что, кто у вас как? Ну у нас последовательность продолжается. Ну давай, первый. А, ну так вы, ребят, ребят, ну конечно. Вы изменили опорное значение для... Опорное значение для... Опорное значение для... Куда? У меня ли полярный... Это можно лонтанировать сделать. Да? Нет, нет. То есть, там давно появится. Я про эти мелочи позже расскажу. Вот теперь у вас сюда тут. Делайте, да? Вот. 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 Я думаю. Ну что я soprattutto... Ну и очень так раз creation. Вот почему здесь я обрабатываю. Вот что они там сложились из. А что они здесь所以 поесть juste на в' terazre dele. Палют они, в поле там была дома��요. Палют он water. Вот сбегаю едет. Ач wake up. И серьёз fox 같아. Продолжение следует... 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... 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 понятно Возьмем приоритет Nable Value Operator и Nable Operator. Термонтадер, Value Tests и Nable Tests в неделю. Вот оно в 60 кисках. Если вы хотите смотреть эту картинку, то вы можете понять, какой приоритет у вас будет управлять. Значит, единственное, нужно понять, вот Backnet Command, генерал Backnet Command. Это блок Command Control. Короче, грубо говоря, есть некий блок в Workforce, в котором рисуются спецификации, в котором есть соответствия всех агрегатов, которыми можно управлять. Делается N-ное количество режимов, например, 3-4, которые называются «вкыл», «выкыл», «мороз» и, например, «пожар». Для каждого агрегата при наступлении того или иного режима работы системы вы прописываете заранее заданное положение «вкыл» или «выкыл» или «выкыл», или «выкыл», или «выкыл», или «выкыл», или «выкыл». Это управление HUBAC NECU с помощью блока Command Control. Там и нижний приоритет 16. Это PowerComp. Значит, в программе, которую я вам выдам у PowerComp. Там, по-кратски, реализована через блок Command Control. Тут надо разбираться, как это работает. Смысл я сказал. Есть некая таблица. Для каждого режима работы прописано для каждого агрегата нужное состояние. И, сходя из этой таблицы, система управляет этими агрегатами. И, сходя из этой страницы, где смотри, смотри, страница вот, суперказы. Вот, полюбезаправль страницы. Хороший документ на русском языке. и я — человек. Я — человек, да? Что? Я — человек? Да. Что-то сказать даже. Я — человек? Я — человек. Нет, ну... А вот такая смертная красная Понятно, что это такое, да? А как вправляются, на это? грубо говоря смотрим дальше статус и так далее значит да и запомните обращаю ваше внимание что здесь сейчас все на русском, на английском как это сделать на русском я чуть позже вам расскажу значит когда буду рассказывать про эти кулки значит следующее смотрите у нас здесь все на английском статус это просто проблем не обнаружены обрыв датчиков и так далее значит следующее режим работы господа внимательно послушайте это надо значит режим работы агрегата то есть авто это управление по приоритету ну или по какому то другому который там будет выше вот кнопка авто если мы решаем управлять по приоритету enable оператор то есть вручную задать какое-то значение например давайте 70 процентов я хочу задать по приоритету мануал у нас соответственно появляется вот такая ручка вот я говорю 70 процентов то есть это управление вручную но как вы видите управление уже совсем по другому приоритету то есть до этого было управление по приоритету автоматически по enable программ если вы вручную то это приоритет более высокого уровня вы управляете по нему то же самое как с панелью PXM20 ручки помните это приоритет enable оператор согласны все помнят вообще понимают о чем я говорю подмет все то есть вот поймите что вы задавая здесь какие-то значения вы по среднему приоритету в систему вешает такое состояние то есть вам-то она отрабатывает далеко не все поэтому очень рекомендую когда нужно это когда требует ситуация а когда не требуют лучше ваше поставить и не падать понятно смысл в том что авария есть возможность у оператора по более высокому приоритету а тот или иной гривгар поставить в то или иное положение при этом все более верхние блокировки они более важны чем желание оператора то есть в случае поморозки оператор не сможет включить машину в авто в какой-то ткан в авто лучных поломался да на байпаке решили и когда клапан нажимаешь то уже смотрят на ткан то понятно что такое режим акт и так далее в эту панель а вы когда еще видели нет 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 Смотрите, следующее. Помните, мы сами добавили вид регулятора? Вот появилась такая кнопка внизу. Для вентилятора мы ничего не добавляли, здесь по умолчанию стандартная кнопка есть. А мы добавили вид регулятора, появилось, смотрим, что здесь есть. А здесь здесь все просто мы так делаем. В частности, даже можем все менять суэффициенты и так далее. Все можно сделать отсюда. Все можно сделать отсюда. Значит, это по фид регулятору. Следующее. Все понятно, да? По фид регулятору. Заходим в другой какой-нибудь фид регулятор, например, на вход. Здесь все то же самое. Обратная связь с пройдем трейли и обратная связь. Режим АП. Смотрим, как он отправляется на вход. Вот опять автоматический режим. Все располагается. Значит, вот здесь вы уже видите режим АП. И то же самое для насоса. Вручную по приоритету Nable оператора его включить, по приоритету Nable оператора его включить. Значит, понятно. Следующее – это часы выработки. Это тоже приоритет, который выше, чем автоматический. То есть, я не помню, лучше, чем оператора, а по-моему, много. Надо смотреть все таблички, которые я показываю. Коллега будет, наверное, на входе. Смотрим, что он будет на входе на вход. Соответственно, часы на работе, то есть такое. Ну, вы можете посмотреть, сколько вы ребята на работе. Ну и как вы на входе. Вот здесь кнопка. А, здесь есть кнопка, активировать. Соответственно, у вас... по текущему времени то есть можете задать определенный интервал у вас через 30 дней выпустишь на автоматическое понятно, да? по приоритету выше чем автоматическое да, в общем вот такое было понятно, да, что закончишь на работе? на автоматическое открытие да практически нет все, значит закончена работа понятно, стандартная вещь значит датчик например датчик вот задать минимум, максимум тревоги, то есть верхний и нижний границ тревоги можно задать помните, как генерируется авария для аналоговых ходов есть кин enable alarm, который надо говорить да или нет то есть способность блоков генерируется авария так вот этот вот колокольчик это и есть тот кин enable alarm понимаете, да? его активно блоком или не активно понятно, да? да 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 Продолжение следует... 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 и 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 да ну вот а мы шли в фондуру там уже у нас вставляли ну вот надо вот так вот вот да короче понятно да понятно да значит что это недельное расписание на каждую неделю дальше краткий обзор здесь вы можете делать некие исключения например 20 июля можете как то там сказать что здесь делаете исключения то есть недельное расписание то есть если у вас отображается когда у вас появляется если у вас если вы будете использовать неважно я вам скажу то есть если так получится у вас неважно стоять недельное расписание неважно стоять в кратском обзоре то в итоге у вас блок который управляет по временной программе примет значение default value самого блока временной программы поэтому не рекомендую использовать вас или цел или вызов однозначно вот что касается временной программы понятно вот мы сейчас додали временную программу для нашего вентилятора в программе в x-force понятное дело у нас все нет когда мы будем делать я вам покажу мы должны проверить сохранилась временная программа или нет проверим все по временной программе я вам рассказал что перерыв был на самом деле еще раз сделать целый вопрос у нас в основном на поведении сервисов у нас последнее время на самом деле можно проще добавить а руками не помогает графический не получается графический не получается не правильно что в 2359 29 29 29 30 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 39 30 30 30 31 31 32 32 31 32 33 31 31 34 например, надо мне субботы на включение, срезать нуля а потом, то есть, мы не хотим теперь, одно минимальное отделение 1 секунду, да? Нет, вот не надо сделать, чтобы у меня какой-то девайк работал круглосуточно, круглосуточно. Если он работал в понедельника утра, то я не возникал тогда в следующих отделениях. А, то есть, если он сказать 0-0, то уже был столичный в неделе. Ну, не в последующем в неделе. Тогда на общую временную программу используют. Ну, допустим, вот… Нет, здесь, да, значит, здесь, господа, да, для того, чтобы использовать в неделю программу, в принципе, нужно вручную включить и всё. Ручкой, вручкой. Приоритетный enable-оператор. То есть, это правильный, правильный путь. Временная программа, она сопротивляет суток прерывания. Да. Ну, допустим, у меня один месяц работает, он круглосуточно не запускает. А кто-нибудь на обороты, если же он, допустим, на суток прерывания. Ну, сейчас, в принципе… Ну, так, здесь только 29 минут. А здесь уже с нулей. То есть, секунда получается классная такая угрожая. Значит, ну… А нельзя задать интервал? А нельзя. Да. А дефалт вы её не пробовали, а дефалт вы не обороты. А дефалт вы не обороты. Ну, что я вам скажу. Здесь… Здесь в саленаре общий программ. –uka kalium. – И вот так вы можете. Я… – Лучебный посылок. – Справа с миском. – На саленаре общий? – Нет, а он определался минимум – на него разглядит. – А… – Что возможно? – Я! – Я! – Я! – Перепариваю. – Припали, а мне! – Мехово! – У меня здесь в саленаре, давай. – Что делать? – Два! – Кака? – Да. – Я! – Что-то… – Два! – Что когда. Продолжение следует... 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 а а сейчас Сейчас улучшаем Один И на пунктах Один 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 То есть зашел в профиль два, поставил там ночью, допустим, уже не работал. И там поставил там, ну, как ты там куда-нибудь, не в профиль, а в неделю. И в неделю там-то в неделю не работал. То есть он вот эти фигуры, он его увидит там, перейти на эту фигуру, чтобы сразу располагался. Ну, понятно. Значит, что, по временной программе вроде все понятно, да? Но на самом деле все просто. Ладно. Ну, вообще, что я вам здесь не рассказывал. Все остальное вроде сказал, да? Ну, по-моему, по-моему, мне не угодно. Ну, на самом деле, по-моему, да. А что-то там же, да, как раз заочитает. Ну, допустим, вот, на готовке у тебя, да, потому что я вот, ну, там, поставил, 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 да? А это вполне есть. Ну, давайте, сейчас у меня коллега здесь сделает. Ну, давайте посмотрим. Вот, вот, администратор, расписание, возможно, крыло. Ой, режим работы. Пожалуйста, вот. Вмение значения, режим работы. Все можно вычислить по-разному. Вот, то, что мы сейчас коллеги из Новосибирка делали, все писалось. И наше прыгание в Google. Понятно, да? Здесь, значит, статус, то есть, такой системы, трилограмм, как пик. Да. Ну, вот здесь, в общем, состандартной, фильтровательной, интеллектной рекомендации. Вот этот пайл на красный флэш. Там очень подробно. Давайте тренды посмотрим. Значит, первое. Надо понять, как работают онлайн-тренды. На самом деле, работа не просто. Сейчас мы научимся сохранять и так далее. Выкачим онлайн-тренды. Можно сделать 3D, ведь кому больше нравится, кто так. Бесполезная вещь, согласен. Сейчас сделаем вроде так. Ну, давайте, температура притока. Значит, выбираем бакет-объект, Сделаем в лоб рабочее поле. И я еще кину клапан. Клапан нагрева тоже. Да, ну, давайте. Как вы будете делать? А я буду столкнуть. А я буду говорить, что это да. Значит, ну что, давайте смотреть клапан из температуры притока. Температура пока ничего не знает. С температуры притока у нас поставьте. Сейчас я ее... С температуры притока 1,5. Ну, вот, резко пошла температура притока. Клапан стал закрываться. И здесь вот он... С температуры притока. А по мне есть полярный. А где, по-моему, не пересекнемся? Да, это можно портить там все. Здесь вот он в шоке, в шоке, в шоке. Ну, как интересно. Ну, слайм интересно. например, коллега спрашивал как уменьшить, посмотреть графики значит, вот эти все графики мы хотим записывать в как записывать все это дело в базу данных надо нажимать кнопочку и теперь это пишется в базу данных то, вот теперь мы все, мы все автоматизируем в базу данных да нет, не как контроль это онлайн тренд записывается то есть это запись онлайн трендов, то никак иначе значит потом мы эти значения можем восстанавливать и так далее, что угодно с ними делать смотреть и так далее, то есть сейчас вы записываете и у вас это все потом где-то в архиве будет храниться и так все можно делать вот сейчас у вас пишется для этого нужно нажать кнопку угла нажать кнопочку обязательно два графика можно одновременно? а у меня же два, видите а, это не то, да, да, да ну, смотрите, у меня сейчас клапан я буду его открывать и у меня клапан будет относится на минуту не приходится да, да, да мне клапан за движущий поезд клапан и два графика в институте да вот это все пишется как по оси икс поменять время диапазон ну понятно, да, что к чему-то, да можно делать без записи можно просто, чтобы диспетчер смотрел можно, чтобы смотрел, чтобы это делали сразу да, да, можно сохранить этот тренд и его открывать и у вас страничка с предназначением и надо будет ну ладно, господа значит, давайте тогда попробуем это у нас сейчас что, господа это, надо запись завершить говорим приостановить запись и так далее говорим приостановить все, запись у нас завершена можно кадр сохранить мы закрываем нашу картинку тренды указываем дать все нечего закрытия покажите запись данных да, хотим так сказать заходим в базу данных трендов надо вас обновить, по-моему да, в базу данных трендов обновляем опять уже нам и у нас появляется наша запись в базе данных, которую мы конкурсируем вот она здесь здесь ну, надо создать новый, соответственно, литочек и это можно сюда уже перескидывать то, что у нас было по-жимому все, все это восстанавливали все введение здесь были нет а, это вот объем бассейна здесь гигабайт помнишь, что он был? я говорил что он стандартный но они потом антилируют если так же на ком? да, на ком? нет, у нас в коем месте инвестирует база данных и они нечислили если вы используете свой серый стандартный на крошку обоих не хватит а кто где тянешься а куда? значит, так все понятно, да? давайте закрываем крошку с трендами 2 сейчас я покажу как восстанавливать офлайн тренды значит, заходим а вот сверху видите, как здесь кнопочка на панели не мешается на панели не мешается правее, правее, правее правее, правее правее, правее правее, правее о, здрасте да значит, следующее как загрузить сверните он сейчас вот этот вот ТЕ1 и ТВВ слева то уните ТВВ и ТЕ1 заходите инструмента инструмента панель и загрузить тренда здесь, значит, выбирайте в него выбирайте, выбирайте выбирайте в том, что мы с вами пишем два дня подряд Глорин, загрузите журнал тренда все, окей Глорин, закрылся все, открываем и все мы видим мы видим онлайн тренда обновите, обновите обновите в архиве в архиве в архиве ответ в архиве да, до прошлых дней ну, как с ним окей правой кнопкой кнопки вот он где-то об этом а ты в ТРН не писал Ну давайте, сейчас мы начнем писать тренд, сейчас покрутим и сразу его договорим. Просто тренд не сконфилирован. Для этого поставьте булькер, ну 5 тысяч значений, например. В булькер сюда поставьте 5 тысяч значений. Давайте. В булькер 5 тысяч значений. Все, началась запись. Мы пишем значение 3.1, это температура дорогого воздуха или нет? Я тут у нас вчера не снял. А, притока, притока. Давайте вчера вчера делали скорее. Вот, видите, восьмерки, восьмерки, восьмерки. Запись по славе. Я позавчера добавляю. Да. Господа, все сделали, да? У меня там штриха 28.1. Ну, я не знаю, почему вам. Давайте, давайте снова писать. Может, наоборот, вы включали стенд. У нас стенд будет. А, батарейка севшая, что он будет? Поддерживать значение 3.1. Значит, все. У 47 трендов у нас сейчас записало. Отлично. Значит, теперь заходим обратно в тренд. Заходим обратно в тренд. Делаем то самое. Нет. Делаем то самое. Инструменты. Инструменты. Загрузи тренда. Выбирайте здесь наш тренд. 3.1. И говорим, загрузить. Все. Теперь смотрим, что у нас здесь появилось. 3.1. Тренд. Вон. Тренд. 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 Теперь вы вытаскиваете на новое рабочее поле. Ну, просто, знаете. И в него вытаскиваете. Вот так у нас появляется оффлайн тренд. Тренд. У вас, да у вас. Ну, очень понятно, господа. Тренд. Это уже общий сыр, чтобы его можно было вытащить. А у вас нет активного. А и по клапану? Не, если можно добавлять, СТО? Я его клапану. Ну, с разным трендом мы видим, на огране нет. Нет? Но это. Можно сойти, но у нас не будет. Зак landlords. И еще вопросы по трендам, по оффлайн, по онлайн трендам. Мы в тренду запишем аналоговые значения. Так же аналогично, как аналогом, так же ставим. Так, ну что, тренды изучили. Дальше вопрос, ответы и до свидания. Я думаю, мы постараемся идти пораньше. Я думаю, что это будет понятно. Все так же будет понятно. Спасибо. 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 В чем нюанс? Нюанс в том, что когда вы поднимите ваш БК в проекте на машине у вас понятное дело проект не может быть активным. То есть у нас же видите вот здесь проект активный вот здесь. Он у вас субнимается не активным. Помимо того что он у вас субнимается не активным. Видите вот здесь тоже как бы активным выделена станция управления МОС-01. Мы же там указывали что наш проект для работы с не одним компьютером а с несколькими. Там же булав получит точно. Если вы не уверены поставьте что работать с несколькими компьютерами. Поэтому мы ставим такую жалочку сюда. И когда поднимается проект помимо того что он неактивный здесь тоже МОС-01 неактивна в том плане что она не связана с каким-то текущим компьютером который вы установили. То есть всегда нужно будет сделать первое связать с ПК. Когда у вас после бэкапа связать с ПК. Ну здесь буквально ОК нажать и что. Выбор компьютера нажать ОК. Это не будет. Можете записать. Можете заполнить. Ну и второе нужно будет сделать активный проект. Все. И проект у вас нормальный. Ну что касается бэкапа проекта. Значит я вам обещал рассказать про. Да. Еще я наоборот. Ну смотрите. Возвращаемся в графе. Очень важный момент. Особенно для тех у кого много объектов и много проектов и так далее. И так далее. Вот здесь. Дизига. Инсайд. О. Здесь. Дизига. Инсайд. О. Здесь. Дизига. Сворбуз. Тут еще вы можете записать. А то что это есть. А я вам покажу где. Капка файл. Я открываю этот сайт. Сейчас графику погружу. Вот в этом три бага. Чего я вам поверить говорил. Значит хорошо открываем графики. Смотрите. Обычно бывает. Куча типовых систем. Очень много типовых приточек. И не важно даже. Даже та же самая банальная. Если делать красивый проект. То есть. В начале первая страница. Например. Там. Какой нибудь. Тебе. Полусно-сабжение. Ничего. Полусно-сабжение. Всегда. В общем. Пожарный закон. Все делается в виде таблицы. Чтобы эксплуатации было удобно наблюдать. Всегда таблицу копируем. Вот. Видите. У нас в P01 есть кисточка. Я покажу и посмотрите. Например. Я ее хочу сделать в P02. Она такая же. Но. Вот везде. В каждом теге надо поменять в эту двойку. По единичку на двойку. Вы запрограммировали одинаково. То есть. Кисточку тоже в пункте копировали. Вот. Но это же можно. Дуру. Да. Вот здесь в каждой теге заходить. И менять на двойку. Время. Да. Очень тяжело. Да. Как это сделать попроще. Или поправильнее. Значит. Смотрите. Предположим. У нас копировали страницу. Назвали ее P02. А у вас здесь. Здесь прописано P01. Что нужно делать. Здесь есть файлик. Под названием. Read Bright Tag. Так вот. Его надо запустить. Read Bright Tag. Его надо запустить. Надо запустить. Здесь не отключать macron. Здесь есть две кнопочки. Две кнопочки. Первая. Джинни параметры. From. Active. Site. Graphic. Builder. Page. И Brine. То есть первое. Что мы делаем. Числое параметры. Вот наши все P01 появились. Дальше все я сделаю. Выделяем буквально. Внимательно. Не исправьте там других. Системные названия. А то проблема будет. Ну выделяете все что нужно. Говорите. Control. F. Здесь вот заменить например. Ну и найти там например. Как там в синтезе. P01. Ну вот так вот. Прошуку. Вот так вот. Сделайте. Чтобы наверняка. И здесь вот. Заменить на P02 например. И говорите. На IT. Ого оп. Заменить. Заменить. Тогда вот все. Ну вот давайте. Например. Первый я заменю. Температуру наружного. Заменить. Все. Дальше я еще говорю. Убрать. Back. Jimmy. Параметр. В склон. Эксперт. Я нажимаю кнопку. Специально записываю измененные значения. Закажу обратно в страницу. Да. Она должна быть открыта обязательно страница. Нет. Почему? Должна быть активная. Вот новая. Откопированная вами страничка. Вы представьте. Что это P02. Я сохранила. Закрыл P01. У меня P02. И должна быть открыта одна страница. Которая вам. В которой вы работаете. В ней вложены старые параметры. Вы их считываете. Заменяете. И списываете новые. Ну вот. Заходите. Значит. С температурой смотрим. Все 0 и 2. Понятно. Очень удобная вещь. Ну да. С уроком. Конечно же. То есть. Ридбрайдсель. Значит. Еще что нужно показать. Исселевский файл. Называется. Исселевский файл. Называется. Ну здесь есть. Ритминг. Щелепон. Это рот.